В Волгоградской области действует программа по оснащению спортивными площадками школ-интернатов. До конца года на территории специализированных учреждений появится 13 таких объектов. Так, монтаж новой игровой зоны сейчас ведется в одном из интернатов Волгограда. Здесь побывала наша съемочная группа. Строительство этой площадки началось в октябре нынешнего года. Здесь уже залита бетонная основа и ведутся шлифовальные работы для того, чтобы проложить резиновое покрытие. Однако полностью площадка будет готова только с наступлением тепла, говорят подрядчики. Нынешние погодные условия не позволяют полностью завершить объект. Покрытие выбрано одной из самых надежных. Это немецкое покрытие, которое прослужит детишкам лет 10, не меньше. Ограждение выбрано самой травмобезопасной. Никаких торчащих и иных каких-то предметов не предусмотрено. Поэтому детишке будет здесь комфортно играть. Воспитанники коррекционного интерната смогут играть на новой площадке футбол, баскетбол и волейбол. На сегодняшний день в спецучреждении проживают и обучаются 278 детей в возрасте от 8 до 19 лет. И активные занятия спортом станут одним из методов терапии для ребят с ограниченными возможностями. Данный стадион не был оборудован. Здесь была просто выровненная поверхность. Летом росла трава, то есть дети играли по тому покрытию, что было. Просто стихийное, будем так говорить. Сейчас вы ждете. Да, сейчас мы ждем нового покрытия, по которому дети могли бы заниматься и в холодный период времени года, и в сырую погоду. То есть надели теплую одежду и спокойно могли заниматься спортом. Установка новой площадки стала возможной в рамках региональной программы по организации спортивных объектов в социальных и образовательных учреждениях. До конца нынешнего года предусмотрено строительство еще 15 игровых зон. Финансирование тут идет из двух бюджетов. Это и федеральный, и областной бюджет. У нас организуются 15 площадок. Две площадки передают нам в дар, они организуются во дворах. 13 площадок у нас организуются именно при государственных образовательных учреждениях. А в будущем году новые площадки получат общеобразовательные учреждения. Современные спортивные объекты появятся в лучших школах региона. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».